Приветствую вас. Пандемия коронавируса пока и не думает заканчиваться. На 3 января в Грузии общее число инфицированных новым вирусом составило 229 169. За последние сутки в стране скончались 31 пациентов. Грузия до 16 января уходит на каникулы. В эти дни в Грузии объявлены выходные. Не будет работать городской, общественный и междугородный транспорт. Будут закрыты все торговые, спортивные, культурно-развлекательные объекты и объекты питания. Кроме продуктовых магазинов, аптек, магазинов бытовой химии, гигиены и газетных киосков, Запрещается передвижение вовремя комендантского часа с 9 часов вечера до 5 утра. Исключением будет лишь раздельство Христова. В эти выходные дни будут работать только объекты и сервисы стратегического значения и банки. С 16 по 31 января в Грузии планируется восстановление работы городского и междугородного транспорта, торговых объектов, открытых и закрытых рынков. Но выходные не будут работать. С нового года для граждан Грузии станет сложнее выехать с франой ЕС. Это вызвано тем, что после введения безвизового режима в странах ЕС резко увеличилось число соискателей убежища из Грузии. Теперь для выезда из Грузии в страны ЕС у гражданина Грузии обязательно должны быть обратный билет или его бронь. Достаточная сумма на время пребывания. Если едет в гости к живущему в Шенгенской зоне человеку, то у гражданина Грузии на руках должно быть согласие на проживание и содержание от этого человека. Грузия стала уголовно наказуемым, содействуя незаконному пребыванию граждан в другой стране с целью получения той или иной выгоды. Мерия Тбилиси объявила тендер на строительные работы канатной дороги от проспекта Руставели до Тацминга, которая была построена в 1958 году и просуществовала до 1990 года. Проект должен быть завершен за 15 месяцев. Канатка будет двигаться от территории рядом с Академией наук до обзорной площадки в парке Тацминга. Для ее поддержки будет установлено 5 вещек. Удачи всем!